Протеерей Дмитрий Смирнов О правильном отношении к жизни и смерти Проповедь на Лазареву субботу 31 марта 2018 года Произнесённый протеереем Дмитрием Смирновым В домовом храме преподобной мученицы Великой Княгини Елисавета Фёдоровны Прежде своей страсти, уверяя, Господь из мёртвых воздвиг Лазаря Лазарь заболел, Господь специально медлил, чем его даже укоряли Но он это сделал для того, чтобы облегчить путь к вере своих учеников Он о них очень заботился, так как то, что он им преподавал Было намного выше хума, понимания Им это было очень трудно И поэтому они всё пытались как-то совместить слава Господне Со своей обыденной жизнью И многие представления у них были совершенно неверные Так Яков и Иоанн хотели сесть один о десну, а другой о шуею И, конечно, тем самым выказали своё полное непонимание Евангелие от Матфея, 20 глава, 20-22 стих И вот пришедшим с Лазарем Господь хотел показать Что Он является единственным во Вселенной распорядителем жизни и смерти Что в Его руках эта власть умрёт человек или, наоборот, воскреснет Это всё в руках Божьих Из этого вообще можно сделать очень важный для нас вывод Очень часто, когда кто-то из близких у человека умирает Некоторые убиваются по три года, по четыре И говорят совершенно страшные слова Например, вся моя жизнь была в нём Конечно, люди, особенно если они любят друг друга Они занимают жизни в уме, в сердце друг друга очень много места Но всё-таки жизнь человека должна быть в Боге Если в чём-то и должна быть жизнь человека То только в Боге Смысл жизни только в одном Есть такое прекрасное русское слово Жизнь дана для того, чтобы Богу угодить всей жизнью Но для Бога ничего не нужно Он всем владеет Чем же единственным человек может угодить Богу? Как и ребёнок матери Для матери что главное? И чтобы он слышал, что ему говорят Так же и Господь Дал нам в Западе Они записаны Всё переведено на русский язык Чтобы нам было удобно для того, чтобы мы поняли, что Господь от нас требует Мы же всё время скатываемся в какие-то глупости Которые нас будоражат Всякие внушают другие мысли Мы из-за этого страдаем Вот я помню Я уже как-то даже рассказывал Пришёл к одной монахине У неё было 11 детей Она потом постриглась Монахине Она говорит Помолись за Николая Это мой бывший сын Он умер И всё Никаких воплей Не рвёт на себе волосы Умер бывший сын Потому что она очень серьёзно к монашеству относилась 11 детей вырастила И вот первый уже умер Потом другой умер Она некоторых своих детей пережила А самой ей под 90 лет было, когда она скончалась Вот в такой простор русской женщине Встретила глубокое понимание Евангелия Монашество Правильное отношение к жизни Правильное отношение к детям Без всяких таких вот обычных глупостей Которые затемняют сознание А почему так? Это связано с тем Что она прекрасно знала Евангелие Почти наизусть Ежедневно читала Помногу разбиралась И вот Много Десятков лет Её ум Как святые отцы говорят Плавал в священном писании Она оттуда всё время Черпала Доставала сведения Как ей быть Это не просто она какое-то насилие совершала над собой А это было очень органично Это свойственно и органично всем настоящим христианам А вот эти всякие переживания Я, говорит, переживаю Ну так и переживай Чё беситься-то? Чё рыдать? Чего топать? Чего недовольным быть? Что роптать на Бога? Нечто случилось Землетрясение Землетрясение Хорошо Переживай Как можно Землетрясение Переживать? В начальной стадии Нужно встать В дверной проём Чтоб тебя Не стукнуло По голове Как только Утихло Надо Выбегать на улицу Берёшь документы И пальто Вот как надо переживать А потом А потом Помогать тем Кто остался там Вот какое переживание Должно быть? Не просто тупо Что-то кричать Или игрушки Носить Но это вообще Самошисть какой-то Кто в них будет играть-то? Вот игрушки Я понимаю Нужно куда-то Дети Ненужные вещи Выбросить Жалко Они Все старые Пыльные Надо перенести Что это значит? Давайте ещё Шарики запустим Вместо того Чтобы делом заниматься Люди Шарики запускают Игрушки Собирают Что нужно всегда Так это Молиться Потому Что когда Человек переживает Он тратит Очень много Духовной энергии А эту Духовную энергию Надо тратить На молитву И вот Господь Это у нас Учит Это событие С Лазарем Тоже очень Много Чему Учит Например Оказывается У самого Бога Могут быть Друзья Лазарь Друг Твой Умер И Господь Прослезился Как сказано В Евангелии От Иоанна 11 Главе 35 стих Знал ли Что Лазарь Умер Ну конечно Знал Но Как Человек Потому Он Принял На себя Человеческую Плоть Он Его Смертным Муком Сострадал Наш Господь Которого Мы Прославляем Бог Сострадает Он Не что-то Такое Безликое Как Некая Такая Машина По справедливости Ты украл Вот у тебя Руки Отнялись Нет Он Сострадает Каждому Человеку А почему Лазарь Сделался Его Другом Потому Что Лазарь Старался Всегда Принять Его В своем Доме Так Чтобы Ему Было Там Хорошо И конечно Господь На такую Любовь Откликнулся Некоторые Говорят У меня Никого Нет У меня Друзей Нет У меня Подруг Нет Естественно Посмотри На тебя В зеркало Тебе Ж никто Не нужен Вот И ты Никому Не нужен Это же Русский Народ Говорит Как Аукнется Так И Откликнется Ты Будешь Добр Вокруг Тебя Будут Десятки Добрых Людей Ты Будешь Эгоист Только Себе Сгребать Так же И Народ Потому Что Все Нуждаются Любви Любовь Замечательная Вещь Она Людей Соединяет Соединяет Люди Начинают Друг в Друге Нуждаться Друг Другу Помогать Участие Друг Друге Понимать Это Очень Связывает Людей Это Угодно Богу Потому Что Господь Нас Соделал Не таких Злых Которые Только Заботятся О себе Он Хотел Создать Нас Все Человечество Как Единую Семью Которая Живет Любовью Это Не Получилось Опять же Из-за Непослушания Богу Но Господь Тогда Создал Новый Народ Это Есть Церковь И Мы Внутри Церкви Можем Научиться Потому Что У Нас Есть Учитель У Нас Есть Учебник Мы Можем Этого Научиться И Вообще Цель Нашей Жизни Для Чего-то Мы Здесь Живем Чтобы Этого Научиться Но Порой Мы Этого Не Учимся А Совершенно Живем По Мирски Отставим Свою Правоту Что-то Доказываем Стремимся Проявить Своё Какое-то Властолюбие Всё Так Расположить Как Дети Малые Крохотные Дети Которым До Трех Лет Стараются Починить Себе Всю Семью Чтоб Все Вокруг Них Бегали Крутились Давали Всё Что Они Захотят Это Неправильно Смысл Жизни В том Чтобы Послужить Как Можно Большему Количеству Людей Причём Ради Христа Для Чё Это Делается Не Ради Того Чтобы Человека Набаловать Говорят Он Тогда На шею Сядет Если Во имя Христа То Не Сядет А Как Это Сделать Надо Думать Как Сделать Так Чтобы И Не Посадить На шею Чтобы Человеку Не Было Вреда Потому Что Большинство Родителей И Мы С Вами Так Воспитывают Детей Что Это Можно Назвать Только Анти Воспитание Потому Что Они Вырастают Уродами Эгоистами Безжалостными Жадными Потому Что В большей Степени Воспитывают Улицы Школа Товарищи По Всяким Мерзким Играм Интернет Некоторых Еще Даже Телевизор Это Очень Вредно Для Души Потому Что Та Атмосфера Которая Взлилась По Всему Земному Шару Она Антихристианская И Вообще Она Антирелигиозная И Вот Нам Нужно Обязательно Этому Противостоять И Вот В этом Противостоянии И Проявляется Наша Вера Если Нам Так Суметь Как Элизавета Федоровна Она Противостояла Всему Миру Не На Показ А Имно Внутри И Благодаря Тому Как Она Прожила Мы 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 Не 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 Забыли А Мы Даже Лучше Знаем Ее Чем Многие Ее Соплеменники Потому Потому Что Она Она Очень Кого Интересовала А Нас Она Интересует Так Так Что В этот День Нашего Престольного Праздника В день Когда Елизавета Федоровна Приняла Православие Давайте Над Этим Прозмышляем Не Сразу Переходим К своим Делам Обычным Разговором Который Лучше Назвать Трёпом Бессмысленным Если Послушать Наши Так Называем Разговоры Записать На Магнитофон Потом Решифровать И Дать Нам Почитать Мы Бы Поняли Сколько Вообще Времени Уходит На То Что Совсем Не Угодно Вот Такую Замечательную Проповедь Мы Сейчас Услышали От Покойного Протерея Дмитрия Смирнова